Здравствуйте, друзья! Это Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Аля. А сейчас маленький коротышок, назовем его так. Ну, здесь все ярко так приявлена, вот, беспомощность этих звонилок. И самое интересное, вот, не выдерживают, бросают трубку в конце, это понятно. Демонстрация того, как можно легко и просто доминировать с ними, это полностью против их скриптов, это абсолютно разрывает шаблон, который у них сложился в голове по поводу должника. Послушайте, я думаю, вам понравится. Алло, я вас приветствую, слушаю вас, кто это? Звонок вам поступает с Типи банка, меня зовут Айнаш. Александр Георгиевич, это вы? Александр, меня можете называть, раз вы Айнаш. Айнаш, тогда-то вы можете обращаться в таком случае. Как? Айнаш Сагдатовна. И фамилия, наверное, есть, да? Александр Георгиевич. Фамилия, наверное, тоже у вас есть. Как фамилия? Жумабекова. Жумабекова Айнаш. Айнаш Сагдатовна. Очень хорошо, я вас слушаю. Александр Георгиевич, с вами, да, сейчас беседую? Совершенно, ну да, я думаю, вы уже поняли. По договору займа в Типи Финанс, где брали 140 тысяч рублей, 143 дня образовался долг. Выставлено требование сегодня-завтра внести, с учетом, за февраль, если 62 тысячи 508 рублей 36 копеек. 143, нет, сейчас давайте это самое немножко с русским языком разберемся, я понимаю, что может быть не так, это вам комфортно, но все же. 143 дня образовался долг, то есть набор слов, словосочетаний. 143 дня, есть такая цифра, числительная называется, числительная, образовался, это глагол, долг. Как вот эти вот моменты сопоставить, друг рядом с другом? Александр Георгиевич, вам выставили требование оплатить сегодня-завтра сумму за долг. Это понятно, но первая часть вашего... ...908 рублей 36 копеек, по какой причине вовремя не оплачиваете? То есть, вот то, что вы до этого сказали, используя числительное, глагол и какое-то утверждение, в принципе, можно пропустить, да? Это было так сказано, лишь бы было, да? Можете так считать. Отлично, но только зачем тогда вы тратили время на эту билиберду? Давайте тогда возьмем себя в руки и начнем с самого начала наш разговор. Какие у вас вопросы ко мне? Вы мне позвонили в рабочее время, хотя 15 минут осталось до конца рабочего дня, ну ладно. Отвлекли меня. Какие у вас вопросы ко мне? Какие? Вам задали конкретный вопрос. Один только вопрос, да? Что? Нет, вы сейчас констатировали какие-то факты ко мне не относящиеся. Александр Георгиевич, вы к диалогу готовы? Да, готовы. А я что с вами, собственно, извините за выражение, делаю? Вы мне говорите, я с вами тоже говорю в ответ. Это диалога называется. По какой причине вы не оплатили? Хорошо. Отсутствие желания. А на что вы рассчитываете? Это второй вопрос, да? Да. То есть ответ на первый вопрос вас удовлетворил, да? Александр Георгиевич, отвечайте, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, давайте еще какое-нибудь умаляющее выражение. Ну. Ну, 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 пожалуйста. Вот так хотя бы скажите. Ну, ну, пожалуйста. Ну, отвечайте. Ну, вот так вот, давайте. Увеличение суммы за счет штрафа. Ага. За счет штрафа. Увеличение суммы. То есть у меня каким-то невероятным образом у купюр в кошельке в моем вырастут крылышки, и они ночью, когда я буду крепко спать, улетят. Вы все готовы к диалогу? Да почему же не готов? Вы говорите, я говорю. Другое дело, что вам не нравится то, что я говорю, но от этого диалог не перестает быть... Она бросила трубочку, а я закончу. От этого диалог не перестает быть диалогом. А точнее, для господ коллекторов и специалистов, в кавычке, в кавычке, это слово служб взыскания, я вам сообщу, что вы все больше и чаще ведете не диалог, а настоящий полноценный переговорный процесс. И в этом случае вы должны уметь закрывать возражения, как вам написали там в вашей методичке, мотивировать должника на оплату, но не угрозами, а действительно мотивировать, чтобы человек не испугался, а захотел. Таких инструментов вам не дают, потому что банки, микрофинансовые организации и тому подобное, учреждения действуют в большей части незаконно, прикрываясь, конечно, законами, надеясь на безграмотность юридическую у граждан. Ну а незнание порождает устойчивый страх. Об этом я всегда говорил и буду утверждать, что на это и расчет. Загнать как можно большее количество людей в долги. И законы пишутся, для кого мы не понимаем. Можно, конечно, вникнуть и вдруг для себя открыть, что законы пишутся для нас с вами, но мы ими не пользуемся. Поэтому большая часть населения в долговом рабстве. А у нас в стране взыскать с физического лица деньги очень тяжело, если физическое лицо знает, как защищаться. Даже при выигранном судебном процессе получить с физического лица деньги, повторю, если физическое лицо знает, как защищаться, либо на его стороне грамотные специалисты, практически нереально. Это я вам говорю на фоне своего многолетнего опыта оказания подобных услуг ни одной сотни клиентов. Поэтому, друзья, делайте выводы. И господа коллекторы, и их специалисты в кавычках служб взыскания с вами ведут не диалог, а переговорный процесс. Учитесь. Законы пишутся также и для вас. Вникайте и делайте выводы. Чем больше у вас уйдет с этой работы, тем большую оценку получит наш канал. Кто с этим не согласен, пишите, пожалуйста, в комментариях. Кто согласен, тем более, пожалуйста, друзья, пишите в комментариях. Дело в том, что я всегда настаиваю на том, чтобы вы выкладывали свое мнение. И негативное, и положительное. Мнение о том, что мы делаем. Кстати говоря, напомню, у нас есть новый канал, называется «Просто мысли». Ссылочка на него есть в описании этого ролика. И кликабельная подсказка, посмотрите. В правом верхнем углу видеотрансляции выходит. Вот она. Подписывайтесь и на этот, и на тот канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы своевременно узнать о выходе нового материала на канале. Ставьте лайки, делитесь в соцсетях, где только можете, делитесь, репостите эти ролики. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Аля». Всего вам доброго, друзья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»